Фильмы режиссёра Эльдара Рязанова душевные и ироничные, трогательные и простые. Они уже много лет сопровождают по жизни несколько поколений зрителей. Они согревают душу и наполняют её романтикой. Уже стало хорошей традицией провожать уходящий год вместе с Иронией Судьбы или Карнавальной Ночью. Жаль, что больше такого кино не снимают. Жаль, что режиссёр уже покинул этот мир. Он прожёл длинную и достойную жизнь и ушёл в 88 лет, оставив после себя огромное наследие. Многие боятся смерти. Рязанов относился к этому философски и воспринимал это как должное. Эльдар Рязанов – один из самых известных отечественных режиссёров. Прославился своими незабываемыми комедиями «Ирония судьбы» или «С лёгким паром», «Карнавальная ночь», «Служебный роман», «Гараж». Родился Эльдар Рязанов 18 ноября 1927 года в Самаре. Папа Александр Рязанов и мама Софьи Рязанова Шустерман были работниками советского торгового представительства в Иране. Поэтому первые три года своей жизни Эльдар провёл в Тегеране. Родители ещё до рождения сына решили назвать его Эльдаром, что в персидском языке звучит как «владеющий миром». Может, именно это имя помогло ему впоследствии действительно овладеть любовью миллионной зрительской аудитории. В 1930-м семья переехала в Москву. Отца назначили руководителем в винный главк. У них была огромная квартира в центре столицы и достаточно обеспеченная жизнь. Отец вскоре пристрастился к алкоголю, бросил семью, женился второй раз и даже успел снова стать отцом. В 1938-м за ним пришли. Дали пять лет лагерей, но он решился на побег. Его поймали и добавили ещё 12 лет. Он пробыл в лагерях в 17 лет и смог разыскать Эльдара только в 60-х. Александр пришёл к сыну просить денег. Эльдар отдал всё, что у него было. И отец снова пропал на несколько лет. Ему нельзя было находиться в столице. Через несколько месяцев его не стало. Эльдар ездил к нему на похороны. После того, как семья развалилась, мама вышла замуж за инженера Льва Копа, вдовца с ребёнком. Он принял Эльдара как родного и относился к нему со всей душой. Мама научила сына всегда говорить правду и привела любовь к чтению. Он читал классику и приключения и даже собирался после школы мореходного училища в Одессе. Лизанов даже послал туда запрос, но ответа не получил. В годы войны семья эвакуировалась в Куйбышев. И этот период стал самым тяжёлым в жизни мальчиком. Он всю жизнь помнил этот жуткий холод и голод, бесконечную очередь за продуктами и полуобморочное состояние. Не получив ответа из Одессы, Рязанов решил не терять времени и ради интереса попробовать пойти в театральный. Он не думал, что из этой затеи что-то выйдет, ведь у сына врага народа и еврейки перспектив было немного. Однако после завершения всех экзаменов он с удивлением нашёл свою фамилию в числе студентов режиссёрского факультета в ГИКО. Бо наставником стал Григорий Козинцев, который уже в те годы был известным режиссёром. Поначалу учёба совершенно не заинтересовала Эльдара, ведь ему только недавно исполнилось 16. После второго курса Козинцев даже пригрозил ему отчисления по причине молодости, на что Рязанов ответил, что при поступлении он был моложе на два года, и тогда ему никто не сказал, что он не проходит по годам. Одним из педагогов курса был Сергей Эйзенштейн, который сразу рассмотрел Эльдаре большие способности. Именно благодаря ему из Рязанова получился отличный режиссёр. Диплом с отличием Эльдар получил в 1950-м, и снял свою дипломную картину «Они учатся в Москве». Первые пять лет своей биографии Эльдар посвятил документальному кино. За эти годы он много путешествовал, побывал на Дальнем Мостоке, Камчатке и Сахалине. Героями его фильмов были самые простые люди – оленеводы, рыбаки, пограничники, ловцы крабов. Он набрался колоссального опыта. В 1955-м Рязанов начал работать на Мосфильме, и создал свою первую картину «Весенние голоса». Фильм очень понравился режиссёру Ивану Пырьеву, и он настоятельно рекомендовал Рязанову начать снимать комедии. И даже предложил обратить внимание на «Карнавальную ночь», сценарий, который написали Ласкин и Полякова. Нельзя сказать, что Рязанов с большим воодушевлением принял совет известного режиссёра, но решил попробовать. Жанр был незнакомый, работа продвигалась большим трудом. Но после выхода картины стало понятно – комедия ему под силу. После выхода ленты Эльдар мгновенно стал известным режиссёром. Картина заняла лидирующую позицию в прокате и принесла Рязанову первую в его жизни награду. Таким же успехом пользовалась и следующая лента «Девушка без адреса», которую пришли посмотреть 36,5 миллионов зрителей. Популярность режиссёра росла с каждым новым проектом. В 60-е годы у Эльдара сформировалась особая манера создания кино. Его ленты получили название лирических трагикомедий. В те годы режиссёр создал свою постоянную группу, которая участвовала во всех его проектах. В сценарии к его фильмам принадлежали Эмилию Брагинскому, музыкальное сопровождение создавал Андрей Петров, обязанности оператора лежали на плечах Владимира Нахапцева, ну и, конечно же, актёрский состав, в который входили известные советские артисты. В 1966-м режиссёр снял одну из самых лучших своих комедий «Берегись автомобиля», которая была очень тепло встречена зрителями. Рязанов стала соавтором сценария к этому фильму. В 60-х-70-х годах Эльдар Рязанов плодотворно работал, выпуская каждый год по несколько новых работ. Самыми значимыми проектами того времени стали «Старики-разбойники», «Зигзаг удачи» и «Вероятные приключения итальянцев России». В первый день 1976-го года на экраны вышла лента, которая стала бессменным атрибутом Нового года. Комедия «Ирония судьбы» или «Слёгким паром». В следующем году вся творческая группа была удостоена госпремии СССР. В 1977-м на экран страны вышла лента «Служебный роман», ставший одним из самых успешных проектов Рязанова. Спустя год авторы этого фильма были награждены Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. После этого была целая череда картин, которые стали настоящими хитами и пользуются успехом у зрителей в настоящее время. «Вокзал для двоих», «Гараж», «Жестокий романс». В 80-е годы режиссер отошел от своего амплуа и снял серьезное кино «Дорогая Елена Сергеевна» и «Забытая мелодия для флейты». В это же время выходит документальный проект режиссера «Четыре встречи с Владимиром Мысоцким», посвященный 50-летию Барта. В 1991-м Эльдар выпустил картину «Небеса обетованные», которая немного отличалась по стилю от предыдущих его работ. Но от этого она совершенно не утратила свою ценность. Наоборот, подчеркнула многогранность таланта мастера. В таком же стиле вышли и тихие умоты, и старые клячи. Эльдар Рязанов засветился практически в каждом своем проекте, в небольших эпизодах. Это как автограф великого художника на своем холсте. В личной жизни Эльдара было три официальных брака. Первый раз он женился на Зое Фоминой, своей однокурснице, с которой он потом вместе снимал картины. В 1951 году у него родилась дочь Ольга, которая получила диплом МГУ по профессии филологии и киноведения. Второй женой режиссера Столанина Скуйбина, редактор киностудии «Мосфильм». Она умерла в молодом возрасте от неизлечимого недуга. Третий раз Эльдар женился на Эме Обайдулиной, которая работала редактором на «Мосфильме». Этот брак длился до самой смерти великого режиссера. Здоровье Эльдара Рязанова резко пошатнулось осенью 2015 года, хотя до этого на протяжении 7 лет он часто проходил лечение в разных клиниках Москвы. 29 ноября стало известно, что его подключили к дыхательному аппарату, а 30 ноября 2015 года Рязанова не стало. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, доктора оказались не в силах ему помочь. Местом покоения Эльдар Рязанова стало новодевичье кладбище.